Музыка Всем трямые ногтевые феечки С вами Юлия Ловшина Нейл мастерская и чеширский кот И да, я танцую, жигу, дрыгу, как шляпник Потому что наконец-то я могу отработать свой курс нейл Ювелир, от которым я была просто в восторге Для этого нам понадобятся слайдеры Для этого нам понадобятся шармикончики И для этого нам понадобится новинка компании Эми Джем Тигели, с которыми мы с вами сейчас и познакомимся Ну что, поехали! Джем Тигели Что это за звери? С чем их едят? Да? Во-первых, девчонки, это 5-граммовая Совершенно потрясающая вещь Вообще, в принципе, одно ее единственное отличие И самое главное Это гели огромной степени вязкости С внутренним шиммером на полупрозрачной подложке Без липкого слоя Основные моменты работы с этими гелями Это работать только с высоковатными лампами То есть с гибридами Да, в любом случае, девочки Они полимеризуются в гибридах У меня Эми гибрид В нем она полимеризуется 1 минуту В гибридах ЦЦФЛ В принципе, полимеризация может доходить до 2 минут Ну, его не пересушишь, девчонки Реально не пересушишь Но вот если вы его не досушите Он оставит Он оставит Литкий слой Да? Еще одна небольшая Такой лайфхак для работы, девочки Их нельзя выкладывать на палитру Ни в коем случае Эти гели заполимеризовываются Даже на стекле Так что в палитре они у вас загустеют И полимеризуются Поэтому специально они были разработаны в банках Их 8 8 прекрасных вещей На каждой прекрасной вещи В прекрасной розовой банке Как же я люблю розовый цвет Наносят Находится инструкция Она нам сейчас не нужна И вот сама баночка Да, это технология Жидких цветов Стеклянных цветов Жидких камней Напоминаю Основной цимус Они без липкого слоя Это мы сейчас с вами рассматриваем цитрин Как вы видите Абсолютно гелеобразная консистенция Абсолютно тянущаяся Имеющая достаточно неприятный запах Теклиса Девочки Кто работает на марке Эми Знает как пахнет их топ Без липкого слоя Теклис Но при этом Совершенно универсальное Применение Как для техники стеклянных цветов Так и в технике Жидкие камни Это жемчуг Это универсальный цвет Который имеет самую плотную плотность Из джемтиков И создан для вмешивания Обязательно гель красок Без липкого слоя Девочки Если вы туда намешаете гель краску С липким слоем Вы получите липкость Да Жемтик существует для намешивания Для разбеления цветов Он универсал Это у нас бирюза Это цвет морской волны Все эти гели С шиммером Девочки Такой же тянущийся Имеющий ярко выраженный Пластмассовый запах Еще один Красавец Это сапфир Безумно нереальное количество Блесток Но он тоже на витражной подложке Дальше Излюбленный цвет Для всех дизайнов С джемти гелем Это турмалин Это Не уже не блестки Это пигмент Девочки Мой фаворит Но я вообще люблю Такое вот темное безобразие Это обсидиан Это хамелеоновые блестки На более темной подложке Вот такой красавец Зеленый Изумрудный Называется изумруд Это рубин Единственное что я не понимаю Команда Эми А где вообще черный Итак Как работать я Объяснила Все превратности Тонкости Объяснила А теперь Про само название Стеклянные цветы И как с ними работать И из чего Они делаются Смотрите Стеклянные цветы Стрекозы Осы И бабочки Такая же история У нас есть и в золотом варианте Она называется Украшение Золото Номер один Следующая красота Именно для техники Камней Да для ленивых мастеров Что я очень сильно люблю Есть в золоте И в серебре Называется так же Украшение Серебро Номер 4 И украшение Золото Номер 4 Существуют Отдельные Орнаментальные Их можно Использовать И для Фрайвили Эмаль на золоте И для джемтиков В золоте И в серебре Это украшение Золото Номер 3 И украшение Серебро Номер 3 И вот такие Последние Два шермикона Тоже в золоте И в серебре Здесь Единственное Что вот Например Можно использовать Под фрукты Это основа Как виноградик В золоте И в серебре Это украшение Серебро Номер 2 И украшение Золото Номер 2 С этим Разобрались Это что касается Камней И всякой красоты А теперь Поехали К специальным Нейлдрессам Это 5 Нейлдрессов Специально Для коллекции Джемти Гель Они так и Обзываются Нейлдресс Фон Джемти Гель Девочки Здесь уже Готовая Серебряно-золотая Подложка С такими Будем говорить Дырками Для наших Джемтиков И С цветами Естественно Для наших Джемтиков Да Мы на курсе Делали с вами Лилию И Вы видели Да Что лилия Там тоже Потрясающая Этот слайдер Называется Золотая Парча Следующий Не менее Бомбичный Бомбичный Слайдер Он есть Как и с серебром Так и В технике Заполнения Да Тенюшки Мы сегодня С вами Эту технику Рассмотрим Это красота Красотявая Обзывается Пурпурный Шелк Мастер-классов На оборотах Нет Поэтому Ходите на курсы Или посмотрите Меня Здесь Потрясающие Розы И сегодня Мы с вами Будем Показывать МК Именно Вот с этим Слайдер Дизайном Да Нейлдресс Это слайдеры Здесь есть Как заполнение Фрайвили Пустые Да Без подложки Так и Фольгированные Профольгированные Сделанные Специально Для вас Уже готовое Дизайновое решение Это у нас Свадебная роза Предпоследняя Няша Предпоследняя Няша С пиошами И вот с таким Вот замечательным Дизайном С кружевом Это Тициан Последний Мой любимец Вообще В принципе Этот трафарет Не требует Ничего Он сам по себе Готовый Классный И вообще Бомбический Чеширский Бомбический Прям вообще Под чешир Подходит Идеально Это Английское Серебро Ну вот В принципе Со всем этим делом Мы с вами Разобрались Теперь Я так думаю Пришло время Перейти к Мастер-классу Для начала работы Нам с вами Естественно Понадобится Что-нибудь С водичкой И оригамленный Слайдер Который мы Кладем на эту Водичку Заранее Девочки Говорю вам Сразу Дело в том Что фольгированные Слайдеры Эми Размачиваются Немножечко Дольше Чем обычные Нейлдресс С которыми Мы Привыкли Работать На подготовленный Ноготь Вне зависимости Это гель Или это Гель-лак Нам обязательно Будет только что Если это гель-лак Это естественно Укрепление Да Мы сейчас С вами Наносим Ну Я возьму Темненькую Подложку Потому что Серебро на ней Будет смотреться Просто вау-ваушно Это 28-е сумерки Наносим На подготовленный Негиточек В несколько Слоев В зависимости От того Как позволяет Это делать Ваш гель-лак И просушиваем В гибридной лампе 30 секунд Отправляем Сушиться Все Многоть готов Берем Базовый гель И наносим Тонкий слой Просушиваем В гибридной лампе 30 секунд Вся подготовка Как при поклейке Слайдера Наилдресс Которую мы с вами Уже не первые Не десятые Не двадцатые Не сороковой Раз Разбирали При этом Вы можете Здесь Не запечатывать Ни торцы Ничего не делать Девочки Абсолютно 30 секунд Гибрида Теперь На просушенную базу Мы берем Наш слайдер С нашей водички Если он у вас Залип Спокойно Его подденьте Потому что Он очень плотный Девчонки Он реально Он очень плотный Так Оторвали Теперь смотрите Наносим Так как Нам надо Я хочу Чтоб у меня Розарий был Посрединке Спокойно По дисперсии Выравниваем Это все дело Слайдеры По прежнему Хорошо Тянутся И имеют Очень хорошее Натяжение Поэтому Не бойтесь На руках Клиента Их подтягивать И ровнять Так Как вам Надо И отправляйте В гибридную Лампу Девочки На 60 Секунд Чтобы Выпарилась Остаточная Влага Мы берем Сейчас С вами Ультрабондик И наносим По периметру Всего слайдера Так же Мы работаем И на клиентке Эти слайдеры Растворяются Так же быстро Как и обычные Нейлдрессы Эми Не их проблем Так же Мы с вами Для тона Будем использовать Блабер Йогурт Номер 024 И мы сейчас С вами Возьмем И в зоне Тени Кисточкой Я буду работать 1-2-2-2-N-N-R Неоклаба Сделаем Тень Тень Лепесточков Растушев В очках Где Очки Можете Наносить В полуэтажной Технике Все Убираем Бланку На полимеризацию Поскольку У нас Эми Лак А я советую Использовать Эми Лаки Базовой коллекции Они слегка Такие Прозрачные Девочки Да И очень хорошо Работают Полимеризовали Теперь Смотрите Нам сейчас Нужно Хорошо Закрыть Слайдер Так Как вы знаете Мы берем Базовый гель И наносим Закрывая Уже Торцы Базовый гель После Базового геля У нас Будет Финиш Поскольку Дальше Мы с вами Будем Работать Только Сжемть Гелем А он Наносится На финиш Полимеризуем 30 секунд И я Дальше Буду Покрывать Топом Теглис А вы Покрываете Финишем Которым Вы привыкли Для работы Просто я Сейчас Стараюсь Ограничить Себя От дисперсии Девочки Вы Об этом Все Прекрасно Знаете Поэтому Я буду Использовать Теглис И полимеризуем 30 секунд Или 60 секунд У кого Какая Лампа В гибриде И дальше Готовим С вами Джамти Гель Цитрин Теперь На наш Вот такой Затоненный Ноготочек Мы Сейчас С вами Будем Наносить Рельеф При этом Девочки Кисточка Всегда Чистая Кисточку Использовать Надо С коротким Ворсом Это то Про что Я вам Говорила Это то Что вам Пригодится На курсе И кисть Должна Быть Упругая Мы Берем И Начинаем Наше Заполнение С небольших Вот таких Вот хвостов Джем Тегей Прекрасно Держит Любую Высоту Но Девочки Если Вам Вы можете Спокойно Я еще раз Говорю Джемти Добавить Только Для этого Вам Надо Будет Его Не Досушить Чтобы На нем Все равно Осталось Дисперсия Вы можете Добавить Прямо По ходу В Джемти Гель Еще Высоты При этом Вы видите Я работаю На вытягивание То есть На объем Вовне Я работаю От Семь Я Промежуточной Перемеризации Джемти Гели Не требуют Но я советую Мастерам Новичкам И таким Косоруким Как я Работать С промежуточной Просушкой При этом Эта просушка Будет Составлять Буквально Девочки Секунд 10-15 Чтобы Просто Зафиксировать Материал Он не похож На Эми Жидкий Камень Гель Эми Жидкий Камень Гель Если Он Встал Значит Он Встал Джемти В этом Плане Более Послушный И Подходит Для Этой Работы Больше Они Не Оставляют Редер Редактор субтитров И Последний Листочек Мы Вытягиваем Кантик На Себя Это Что Касается Розы Водина Вот Вот Вам Толщина По Края Розы Сушим Буквально 10 секунд И Дублируем Уже В соответствии С нашей Задумкой Лепестки Мы Сейчас Пометуя О Нашем Том Что мы Хотим В рельефе Просто Закладываем Хвостами И Вытягиваем Такую Высоту Которая Нам Нужна Делая Ее Еще Более Объемной Джемти Просыхают В Совершенно Любую Высоту Видите Что я делаю И Мне Совершенно Напиливать Даже Если Я Где-то Косикну И Вот Этот Я Хочу Прям Вот Прям Вот Чтобы Он Ух Прям Б Смотрите Какая Миральная Красота И Объем Который Никуда Не Течет Девочки Все Теперь Окончательно Мы Это Дело Сейчас С вами Полимеризуем Минуту В Гибридах Вообще Это Надо Было Делать Сразу Если Честно И Закрывать Это Все Листами Но Поскольку Мы С вами Этого Не Сделали Мы Сейчас Возьмем С вами Топ Теклес Капнем Небольшую Капельку Топа Теклес В середину Нашей Розочки И Поставим Туда Страз Но Если Вы Изначально У меня Не было Просто Задумки Ставить Туда Страз Да Мы Прямо Топим Он Оттуда Не Вывалится Все Сушим Вот Такая Поразительнейшая Красота Вот В Такой Толщине Вот Такой Дизайн Янтарная Розочка Мы Сделали При Помощи Новых Слайдер Дизайнов Для Джемтигеля И Самим Джемтигелем Я В восторге Надеюсь МК Был Вам Полезен Ставим Лайк Подписываемся На Мой Канал Будет Много Интересного Всем Трям Мои Ногтевые Феечки Всем Трям Мои Ногтевые Феечки Ха 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 Продолжение следует...